hello всем привет дорогие друзья вы на канале кошмар с мирами комиссаров и сегодня сейчас на часах у нас пять часов утра и мы собираемся из пскова в питер будет очень интересно смотрите видео до конца ставьте класс кому понравится видео и мы едем на ласточки три с половиной часа так что покажу вам 20 топовых мест так что смотрите дорогие друзья ну что погнали это я вам уже рассказывал про древний город псков прошлом ролике тоже можете по сайте и посмотреть также 20 решил пройти с пешком идти далеко 4 километра до скоро будем на вокзале 8 подходим на класс время в пути 3 часа 30 минут ну вот мы и прибыли на балтийский вокзал санкт-петербург короче дорогие друзья прибыл санкт-петербург на балтийский вокзал твл к сейчас веду том 20 мест который посмотрим роза 17 доехали собственно закрыть по их сад всех с наступающим жидцом в общем еще метро первым делом я хочу съездить в финский зал здесь вот что-то метро открывается не как в москве короче это мы уже быстренько добрались финские заливы тут рядышком торговый центр меркурия мы сейчас зайдем покушаем и путь выдвигаться это мы в торговом центре меркурий в общем сейчас очень все покушаем кофейку попьем или бежать такие заказал короче перекусил было вкусно пили бешки мы сейчас метро беговая санкт-петербург повторюсь финский залив направился в первую очередь туда уже видно нас лахта центр кстати дорогие друзья в питере первый раз приехал когда в москве жил пять лет работал там когда получился выбраться ну вот наконец-то я выбрался все в общем зайдем это как видите стоят маяки было на них даже флаги поднимает около лахта центр также говорят все идет строительство здесь до сих пор в общем прошлись посмотрели очень интересно прекрасно здесь это атлантик сити получается это в общем дорогие друзья лахта центр общественно деловой комплекс расположена территориям инвестиционного образования лахта ольгина приморском районе санкт-петербурга высота 462 метра в общем так постройки 2000 году находится расположен в санкт-петербурге на берегу финского салью вот такая вот красота говорят все еще строить финский залив как видите на карте он уходит в балтийское море это финский залив дорогие друзья вот такая вот красота летом конечно будет красивее все выглядит в общем сейчас находимся данный момент на финском заливе метро беговая санкт-петербург сзади меня получается финский залив сейчас туда поближе подойдем и в общем хочу поздравить всех с рождеством христом желаю счастья здоровья успехов во всем кстати сегодня до четырех часов кушать нельзя до первой звезды в общем весенний хорошее настроение вам а мы продолжим дальше съемки гулять видео выйдет очень скоро от монтирую по-быстрому так что смотрим дальше это финский залив дорогие друзья вон там ребятишки гуляет сейчас туда пройдемся там получше снимем в общем минус 17 градусов холодно очень снимать но я стараюсь все для вас сейчас посмотрим спросим рыбаков чего поймали они там это финский залив класс как я мечтал сюда попасть морозит ветер очень в общем те точки вот все рыбаки рыбачит вертолет летит сделали фото на память красоте сколько раз старался сюда приехать но никогда не получалось первым делом я прибыл сюда вот тут все замерзла сейчас мы отправимся далее путешествие туризм центр метро бега давай а дальше отправляемся короче взял карту на сутки за 350 рублей короче короче сейчас поедем ну вот сейчас хорошо будет видать как открывается дверь и не как в москве а сделали вот так вот для безопасности чтобы не упасть интересно почему не сделали так москве переходим на другую ветку ну вот центр санкт-петербурга сейчас зайдем торговый центр пассаж посмотрим что за такой торговый центр как раз он напротив нас вот такой вот дед мороз без снегурки елочка около метро щелкунчик это сейчас популярно очень везде и москве ну вот мы и зашли в торговый центр пассаж опять же щелкунчик как видеть продает вот такие вот сувенирки и сакиевский собак дирекция башня городская туба администрация красоте выставки картин это если не ошибаюсь базилика святой екатерины такая красота это казанский собор мы обязательно туда зайдем ночью вот этот сам купол светится очень красиво мы увидим позже также у нас казанский сквер там но это будет посмотрим дальше это у нас дом сингера очень прекрасно и такое красивое здание ночью будет очень прекрасно красиво очень светить также дом сингер мы обязательно туда зайдем там про книги а пока история тоже открыли это невский проспект на протяжении четыре километра также у нас дали спас на крови открытки всякие сувениры историкам с товара это прекрасный вид из дом сингера также мог поесть в общем как раньше было в петербурге в общем набережные каналы грибоедово здесь нужно для поста сделать фотографии вот такой прекрасный вид спас на крови тут видим как от ярмарка проходит мой направляюсь туда какая же красота как раз перед рождеством нужно зайти обязательно сейчас заснимем красоту со всех сторон продажи выставок ручная работа красота так же как видите экскурсионные автобусы 450 рублей для взрослых билет а также там дешевле студентов инвалидах и так далее времена такие нужно везде платить но на такую красоту это обязательно нужно сходить нисколько не жалко денег и с этим посетить очень 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 красиво тоже как все сделано высоко очень красиво слава богу что я сюда пришел очень много туристов и иностранцев посещает смотрят спас на крови и это переведено с английского языка храм спаса на крови русская православная церковь в Санкт-Петербурге Россия который в настоящее время функционирует как светский музей и церковь одновременно сооружение было построено между 1883 и 1907 годами это одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга открытие 1907 году высота 81 метр ну в общем выдвигаемся дальше ну это русский музей как видите как делали красиво опять же мы видим дом Зингера который был открыт 1904 году это же казанский собор у нас очень красивый это у нас елочка тут также казанский сквер также вот справа памятник Кутузова стоит к Рождеству все подготовились вечером будет очень красиво все светится обязательно вечером опять же вернусь сюда же вот так вот с Рождеством крестом красота как сделали это мы в Казанском соборе тут же будет сегодня вечером проходить молитва к Рождественскому празднику везде очереди чтобы куда-то подойти и помолиться это церковь Петра и Павла если я не ошибаюсь очень красивый город прям охота остаться жить ну это как вы видите государственный университет кстати через два месяца возможно если на то время приеду буду работать здесь это триумфальная арк вот такие вот прикольные макеты можно зайти также заплатить пофоткаться посмотреть это как раз триумфальная арка проход на дворцовую площадь Эрмитаж ну вот она красота вот слева и справа вот как раз они все просят пофоткаться нужно заплатить везде нужно платить ну это как видите за елкой Александровская колонна это у нас здание Эрмитаж на дворцовой площади туда я заходить не буду Исаакиевский собор другая цивилизация в общем народ спокойно ходит не как в Москве все суетятся а тут все красиво хорошо есть город на Неве в котором еще ни разу не был как раз я первый раз и вот вода замерзла река Нева сейчас обойдемся в окружное вон далее тоже красиво сейчас пойдем по дворцовому мосту в Александровске Петропавловская крепость это стрелка Васильского острова растальная колонна вот такая красота ну вот вдалеке Петропавловская крепость все направляются по Неве прямо идут здесь тоже очень красиво только когда они горят вот этот вот корабль ресторан Магадан называется очень холодно руки мерзнут ну и в общем стараемся более заснять все пешком но метро не стал двигаться удобнее пешком все близко это не как раз раздвижные мосты река это река да вот так это это наш петропавловская крепость такой музей петропавловской крепости все платить монетный твор это здание метро светится теперь смотрим и наслаждаемся вечерней красотой города Санкт-Петербурга в кем-то в кем-то в кем-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти 20 топовых мест, которые мы прошли за один день Я прошел 29 километров 700 метров по Питеру Также есть много, что куда съездить В Калининград слетать А также Как его? В Карелию обязательно съездим И в других много мест Но пора уже ехать куда-то за границу После такой красоты В общем, я еще раз можно вернуть в Питер Через два месяца жить буду здесь работать Скоростной поезд у нас Ласточка В 20 часов 20 минут И мы сейчас на обратном пути Будем направляться Ну вот, видео подходит к концу В общем, дорогие друзья Всем пора, видео пишите, пишите комментарии, ставьте обязательно Класс На любой вопрос отвечу В общем, пора отправляться Еще 3,5 часа ехать на Ласточке В поезде Скоростном В общем, всем пока Бай-бай Еще не конец, дорогие друзья Смотрим продолжение Балтийский вокзал До центра Отправляемся в Псков Пока Питер Встречает Псков Вон она, моя Ласточка В Палтийском вокзале Вы можете воспользоваться услугами Автоматизированных камер охранения Автоматизированные камеры охранения Ну все, дорогие друзья Добрался я до Пскова Жду такси Завтра в Москву Всем пока Прибыл в Псков Всех с Рождеством Христом С прекрасным праздником Отправляемся в Псков Музыка Продолжение следует Встречает Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, видео подходит к концу, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, дальше будет больше влогов. Ну и в общем ссылки мои на другие платформы в описании. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!